В ходе Тульской оборонительной операции советские войска отразили все атаки противника, удержали Тулу и сумели стабилизировать линию фронта на южных подступах к Москве. Немецкие планы по обходу советской столицы с Востока, 2-й танковой армии Гейнца Гудриана, были сорваны. Три танковые, одна моторизованная и одна пехотная дивизии, а также полк СС «Великая Германия» оказались под угрозой окружения и отошли за реку Шать с целью организации там обороны. На реке Дон немцы тоже спешно возводили укрепления. Строились окопы полного профиля, проволочные заграждения, дзоты. Берега реки немцы превратили в сплошные ледяные скаты. Несмотря на большие потери, они все еще сохраняли численное превосходство в артиллерии в полтора раза, а в танках почти в три раза. Соединение 4-й армии фон Клюги и 2-й танковой армии Гудриана по-прежнему представляли серьезную угрозу Москве. Учитывая стратегическую обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение о проведении операции по окружению противника в районе Тулы и его уничтожению в котле без оперативной паузы для перехода от обороны к наступлению. Для проведения контрнаступления привлекались войска 50-й, 49-й и 10-й армии, а также части 1-го гвардейского конного корпуса генерала Белова. Они имели в своем составе 16 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий. Танковые подразделения армии насчитывали около 100 танков. 10-я советская армия под командованием генерала Голикова основная ударная сила левого фланга Западного фронта еще не завершила формирование и была совершенно не готова к роли основной ударной силы наступления. Но Москва торопила. Сталин сказал, не давать передышку немцам, надо немедленно наносить контрудары. Хотя Жуков, даже он пишет, я сопротивлялся, думал, что у меня нет. Но, говорит, я не все знал, что у Ставки есть резерв. Ну, были, конечно, и ошибки, и неточное выполнение, однако, ну, мы всегда судим по результату. В Ставке тоже люди неглупые, они же понимали, что разведка может все пронюхать. К моменту наступления у нас имелась большая нехватка всех видов вооружения – винтовок, пулеметов, автоматов, артиллерии, минометов. На всю армию было лишь 27 мелкокалиберных зенитных орудий. Из тысячи положенных нам противотанковых ружей не имелось ни одного. Десятая армия до конца своего наступления фактически не имела танков. Нехватку вооружений надеялись компенсировать мужеством и самоотверженностью личного состава. Патриотизм в то время стал последним ресурсом Ставки, поскольку других резервов просто не было. Не существовало и механизированных соединений, которые можно было использовать для прорыва фронта и развития наступления. Большинство мехкорпусов погибли в боях под Гродно, Лепелем и Синно в Смоленском сражении. Поэтому в качестве подвижных соединений в 10-ю армию Голикова были включены две кавалерийские дивизии, искав корпуса генерала Белова. Кроме того, армия Голикова получила две дивизии, вышедшие из окружения, 239-ю стрелковую и 41-ю кавалерийскую. Они хотя и были ослаблены, но уже имели опыт войны с немцами. Особые надежды возлагались на кавалерию. В годы Великой Отечественной войны кавалеристы стали на какое-то время аналогом мотопехоты. Кавалерист-гвардеец лейтенант Иван Якушин рассказывал. Лошадей использовали как средство передвижения. Были, конечно, и бои в конном строю, сабельные атаки, но это редко. Если противник сильный, окопанный, сидя на коне с ним не справится. Дается команда спешиться. Коноводы забирают коней и уходят, а конники работают как пехота. При этом кавалеристы могли стремительно продвигаться по бездорожью там, где застревала колесная и даже гусеничная техника. За ночь кавалерийская часть могла пройти до 100 километров. Самое тяжелое – 100-километровые марши Галопа. Рысь, Галоп, Рысь, Галоп. Бесконечной командой не жалеть лошадей, не жалеть лошадей. В небоевой обстановке тебя могли за загнанного коня под трибунал отправить. Здесь же лошади, бывало, замертво падали от разрыва сердца. Кавалерийские дивизии 1941 года уже не состояли из одних только лошадей, вооруженных всадников и пулеметов на тачанках. В каждую из них, кроме четырех кавалерийских полков по штату, входил танковый полк, конно-артиллерийский дивизион, зенитный дивизион, эскадрон связи и даже саперный эскадрон. И воевали кавалеристы чаще всего в пешем строю. Вот такую армию командования фронта планировало ввести в сражение против второй танковой армии вермахта. Ударная группировка Гудериана к началу декабря 1941 года растянулась по фронту в большом потенциальном мешке к юго-востоку от Тулы. Решение напрашивалось само собой затянуть этот мешок ударами по сходящимся направлениям и устроить немцам котел. Таким образом, в основу оперативного замысла командования Западного фронта была заложена идея концентрических ударов по главным силам второй танковой армии Гудериана в районе Тула, Венёв, Сталиногорск, Дедилова, Щёкино и их уничтожения. Осуществлением этого оперативного плана достигали следующие цели. Во-первых, разгром главных сил южного крыла немецко-фашистских войск, наступающих на Москву, и как следствие этого устранение непосредственной угрозы левому крылу Западного фронта. Во-вторых, создание благоприятных предпосылок для действий армии нашего левого крыла в западном направлении. Догадывались ли немцы об этом плане? Гудериан, несомненно, понимал и предвидел возможный исход сражения. У солдат больше нет сил на то, чтобы захватить Москву, и я с тяжёлым сердцем принял решение вечером 5 декабря прекратить наши бесплодные атаки и отойти на предварительно выбранный и относительно короткий рубеж, который, я надеюсь, смогу удержать и с остатками моих сил. Русские следуют за нами по пятам и можно ожидать беды. Наступление 10-й армии Голикова началось 6 декабря с атаки 330-й стрелковой дивизии в направлении Михайлова, который был после ночного боя к утру 7 декабря освобождён. Получили задание атаковать передний край противника. В этом бою, если в итоге говорить, со взвода, в моём взводе было 2 убитых и 10 раненых человек. Это третья часть взвода. Вторая танковая армия Гудериана терпит поражение под Михайловым, которое сдали выдвинувшиеся вперёд подразделения 10-й моторизованной дивизии, бросив там часть техники. В течение 8-го, 10-го декабря силы 10-й советской армии продвинулись с боями более 70 километров, стали подходить к Дону. Немецкие войска не имели возможности создать сплошной фронт. Для этого просто не хватало сил. Они занимали отдельными соединениями наиболее важные населённые пункты, которые были превращены в опорные. И взять такие посёлки-крепости было делом сложным. Так, 328-я стрелковая дивизия в течение 9-го декабря пыталась отбить у немцев две мячие, 24 километра юго-западнее Михайлова. И только вечером, когда советские силы обошли вражеский опорный пункт с севера и с юга, сопротивление немцев было сломлено. Эти посёлки задерживали наступление 10-й армии до 10 километров в сутки. 10-го, 11-го декабря части 10-й армии завязли в боях за Епифань и Новомосковск. Немцы оказывали ожесточённое сопротивление, что ещё больше снизило темп наступления армии. Командование фронтом винило в этом командарма Голикова. 10-я армия своей пассивностью и систематическим невыполнением приказов о занятии впереди лежащих рубежей объектов срывает план операции фронта и даёт возможность врагу отводить свои части и технику. В Москве и штабе фронта совершенно забыли, что армия вступила в бой, фактически не закончив своё формирование, с колёс, не имея подвижных частей. У Голикова не было сил для успешного проведения операции на окружение. Да, 10-я армия имела 57-ю и 75-ю КАВ-дивизии, но они были млочисленны, и их использовали в основном в качестве флангового прикрытия на стыке с соседом слева. В штабе фронта понимали, что кавалерию надо бросать в прорыв 10-й армии на линии Михайлов-Сталиногорск, но стрелковых дивизий для замены кавалерии в резерве не было. Беда была в том, что после захвата того или иного рубежа, того или другого населённого пункта, нам нечего было бросить вперёд для решительного, эффективного преследования и полной дезорганизации противника. Первый гвардейский кавкорпус также не смог прорваться в глубину оперативной обороны противника. Можно сказать, наполовину было легче, психологически, морально, ну и для меня, думаю, и для каждого, когда оси двигаешься вперёд, наступаешь. Хотя потери при наступлении не меньше бывают, а даже больше. Несмотря на то, что утром 9 декабря части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса во взаимодействии со стрелковыми частями с боем овладели Венёвым, в дальнейшем наступлении им пришлось преодолевать упорное сопротивление, отходящее от Венёва ударной группировки армии Гудериана. Поэтому части Белова прошли за время операции 100-120 километров, что даёт средний темп всего 8-10 километров в сутки, совсем немного для кавалерии. Темп наступления сдерживался и физическими возможностями самих лошадей, им нужен был отдых и фураж. В ходу была присказка, лошадь не человек, её кормить надо регулярно. Несколько иначе развивались события на северном участке фронта. Военный совет утром 8 декабря 1941 года отдал 50-й армии директиву. В связи с отходом группы Гудериана на южном направлении и выходом армии Голикова в район Гагарина, 10 километров южнее Михайлова, подготовьте стремительный удар в южном и юго-восточном направлениях для выхода в район Щёкино-Ретиновка. противника, расположенного на участке Михалкова Олешня, отбросит на реку Упа. Войска армии перешли в наступление. В первой половине дня 10 декабря 2-я гвардейская кавалерийская дивизия подошла своими передовыми частями к Сталиногорску. Город, уже тогда представлявший собой крупный промышленный центр, по своей планировке не похож на другие города. Он занимает большую площадь и состоит из двух частей, отделенных друг от друга озером. Гвардейцы подошли сначала к Сталиногорску 2-му. С востока на эту часть города безуспешно пыталась наступать 330-я стрелковая дивизия 10-й армии. Кавалеристы, подоспевшие ей на помощь, ударились с севера и с запада. Гитлеровцы, оборонявшие Сталиногорск 2-й, имели около 50 танков, которые применяли в контратаках и использовали как неподвижные огневые точки. Бои за Сталиногорск 2-й продолжались трое суток. На помощь кавалеристам пришли местные жители, сражавшиеся вместе с бойцами на улицах. Наконец, сопротивление гитлеровцев, окруженных с трех сторон, было сломлено. Мало кому из них удалось спастись. В качестве трофеев осталась на улицах практически вся военная техника и все вооружение противника. только артиллерийских орудий разных калибров гвардейцы захватили около 50 штук. Пятый и 136-й кавалерийские полки преследовали отступающих немцев, не давая им опомниться, и на их плечах ворвались в Сталиногорск 1-й. После ожесточенного ночного боя был полностью освобожден город, а также села Машок и Рига. После занятия Сталиногорска 1-го кавалерийская группа генерала Белова повернула в юго-западном направлении. Немецкие 17-я танковая, 167-я пехотная и частью 29-я моторизованная дивизии пытались задержать продвижение корпуса, взорвав плотину на реке Шать. Но сильные морозы свели на нет возможные последствия наводнения. Части кавкорпуса генерала Белова быстро обходили опорные пункты и продолжали преследование. Противник со своей техникой был привязан к дорогам, а мы действовали без дорог, по полям, через леса, наносили удары неожиданно. Такой бой был, как правило, весьма скоротечным. Чтобы без промедления поддержать атаку эскадронов, наши артиллеристы, если имели свежих лошадей, стремительно выезжали к намеченному рубежу, сходу занимали открытые огневые позиции и начинали бить по врагу прямой наводкой. Не менее отважно действовали и станковые пулеметчики. Тачанки вылетали на позиции полевым галопом, а иногда даже на карьере. Ездовые поворачивали тачанки, а пулеметчики открывали огонь. В результате успешных действий конницы сопротивления немцев на рубеже реки Шать было сломлено и к 16 часам 13 декабря кавалерийский корпус завязал бой на подступах к станции Узловая. К 14 декабря в контрнаступление включились и силы левого крыла 49-й армии генерал-лейтенанта Захаркина. 49-я армия перед наступлением получила 4 свежие стрелковые бригады. А там 5 километров мы прошли пешком и попали в свои, понимаете, подразделения. Пришли нам там дали по 100 грамм фронтовых сразу. И это подняло дух нам молодым, знаете, все, Сталин сказал, что враг будет разбит, победа будет за нами. Кроме новых соединений, в армию Захаркина передали и 133-ю стрелковую дивизию из состава 1-й ударной армии. За три дня сражения части 49-й армии прошли 10-20 километров, освободив город Алексин и смогли захватить плацдармы на левом берегу реки Ака, севернее Тарусы и у Алексина. Войска 50-й, 49-й и 10-й армии всеми силами пытались выполнить приказ и замкнуть кольцо окружения у Богородицка и Щекина. В котле могли оказаться основные силы 2-й танковой группы немцев и ее командующий генерал Гейнс Гудериан. Он имел обыкновение находиться в передовых частях своей армии и уже в начале войны дважды был в шаге от плена. Впервые это случилось рано утром 24 июня на шоссе под Ружанами. Гудериан обсуждал обстановку с командиром дивизии, когда по его машине открыли пулеметный огонь два советских танка, внезапно атаковавших Гудериан успел упасть на землю. Два старших офицера были убиты. Второй раз 25 июня у Слонима автомобиль Гудериана оказался в колонне советской техники и только мастерство водителя спасло генерала от неминуемого плена. В своих воспоминаниях Гудериан представил этот случай как пример личного героизма. Я вернулся на командный пункт своей танковой группы. По дороге я внезапно оказался посреди русской пехоты, которую подвезли на грузовиках на окраину Слонима в момент когда русские только готовились выбираться из грузовиков. Я приказал водителю лететь вперед как можно быстрее. Мое появление настолько ошеломило русских, что никто даже не успел выстрелить. Однако узнать меня не явно успели, потому что позже русская пресса поспешила объявить о моей смерти. На сей раз такой удачи у Гадериана могло и не быть. Кавалеристы 41-й дивизии ведя бой восточнее Епифани с полком связи 2-й танковой группы знали, что там же размещенный штаб командующего группой. Было также известно, что Гадериан находится у связистов. Но немцы так ожесточенно защищали Епифань, что взять ее сразу не удалось. И основные силы противника сумели выйти из боя. Только 17 декабря части 50-й армии сумели отбить Щекина. Но немцы к этому времени уже смогли отвезти свои соединения из района северо-восточнее Щекина узловой Ломовки на юго-запад. Вместе со своими войсками ушел Игудериан. За 10 дней операции 50-я армия продвинулась на 25-30 километров и темп ее наступления был невелик не более 2,5-3 километров в сутки. Быстрому Гейнцу вновь повезло. Но не повезло его войскам. Несколько частей, в частности 45-я пехотная дивизия попали в окружение и были уничтожены. По показаниям пленных из 6 тысяч солдат полка СС Великая Германия осталось только около 2 тысяч человек. Остатки 2-й танковой армии отходили на юг и юго-запад за рубеж Дедилова, Щекина и далее к Богородицку и Плавску, теряя оружие, технику и живую силу. Досадно, что слишком много уходит живой силы противника. Многие немцы избегают пленения. Это происходит по неискусству нашему. Кавалерист Павел Белов хотел побеждать и потому вынес из этого наступления бесценный боевой опыт, впрочем, как и все командование советской армии. Война не окончена и в будущих сражениях ошибок будет меньше. Расчет ставки Верховного Главнокомандования на патриотизм своих солдат оказался верен. Немецкие же генералы были примерно посрамлены. Они потерпели поражение от заведомо более слабого военном отношении противника. Командующий группой армии Центр фельдмаршал фон Бок попросился в отставку по болезни. Гитлер согласился. А вскоре 26 декабря от должности был остранен и отправлен в запас Игудриан. Подводя итог немецкой кампании по взятию Москвы и Блицкрига он записал в своих воспоминаниях. Я бы никогда не поверил, что действительно блестящее военное положение можно так про за три месяца. Я думаю не о себе. Я думаю о Германии и мне страшно. дай снял манго. Я по свету немало схоживал, жил землянки в окопе в окопе похоронен в огонь безусловно на разлуках и в гостях она всегда я привык гордится и везде повторяя славу дурная моя лица золотая моя моста. Субтитры создавал DimaTorzok